всех приветствую на своем канале сегодня посмотрим газонокосилку производства фирмы люкс тулс вот такая она в диаметре ножа 37 миллиметров газонокосилка состоит из коробка который собирается скошенная трава так он выглядит так он снимается вот есть опция можно косить без коробка то есть все покошено будет оставаться на земле но я всегда пользуюсь с ним питание имеет два аккумулятора 20 вольт на 4 ампер часа также здесь имеется такой вот как бы предохранитель туго сидит вот он размыкает клеммы это надо если есть детвора например на улице и которая умеет включать газонокосилку то можно предостеречь чтобы они не включили ее случайно включается зажимаем кнопку и нажимаем дужку вот сюда газонокосилка буш на нее подарили друзья она у них была в эксплуатации не купили более новую модель и эту мне отдали не был маленький дефект который устранил без проблем и сейчас ее пользуюсь пользуюсь с октября прошлого года до конца ноября и вот уже по июнь месяц этого года цель этого видео внешним посмотреть и я буду разбирать я хочу почистить пыль внутри корпуса и смазать подшипники мотора не это уже делал и считаю что раз сезон это надо выполнять давайте сразу минус этой газонокосилки есть такая вот чаша она сделана из пластика и видно тут есть трещины чем это вызвано если на территории имеются шишки у них полно вот они мокрые то нож подхватывает и бьет пластиковый корпус также еще могут камни прилетать в принципе это проблема есть но она не столько критично поскольку газонокосилка без проблем перемалывает и ветки и те же самые шишки забирает ну вот где-то что-то там повредилась но за полгода эксплуатации как бы нет проблем трещины но не расходятся более новый корпус более новых моделей там у них по моему есть уже металлические чаши вот это все из металла я бы конечно хотел такую машинку но пока не сейчас так нож я открутил нож он устанавливается на валу имеется такой пластиковый переходник мне видится так что он выполняет защитную функцию если нож где-то сильно врежется в стряни то побьется пластик мотор останется целым но по опыту я скажу что она прилетала и в корень и в дерево как бы пластик остается целый глохнет мотор надо перезапустить еще есть такой момент крепится болтом и изначально не было граверной шайбы вот эта которая внизу давайте так я сниму и болт он был как бы сам такой под отпущены его подтянул он снова отпустился граверная шайба была с самого начала или нет я не знаю поскольку я второй владелец но если производитель ее туда не ставил я рекомендую проверить и поставить гравер затягивайте и без проблем нож держится я купил себе второй нож вот это он сейчас установлен и и это оригинальный который был в комплекте маркировка лера 370 отверстия со скошенными такие вот скошенные отверстия имеются я рекомендую сразу второй нож взять поскольку во время работы она тупится и на быстро подкинуть второй нож это удобно а потом парой заточить это не точенный нож нож ножи сделаны из мягкого металла понятно если бы из твердого то при встрече с камнем просто броскололся поэтому тупится относительно быстро рекомендую иметь два ножа машинки это так разбираем дальше смотрим и так я снял корпус снимается он просто скидывается ручка который крепится двумя шурупами и по периметру винты в этом месте в этом в этом под звездочку как бы крышка снимается внутри видно много мусора это ее скажем так конструктивные особенности вне зависимости от того как бы аккуратно работали ей мусор здесь будет попадать почему потому что вот здесь отверстие имеется плюс рычажок для поднятия высоты в этом месте нет никакой защиты то есть через веру будет насыпаться сюда мусор и если отмотаете назад вот где установлен мотор там есть перфорации по периметру для охлаждения мотора через эти перфорации думаю он не только охлаждается но еще и подтягивает пыль выглядит это так точно так она выглядела когда первый раз разбирал то есть как бы грязь здесь есть в передней части находится такой мешок с песком груз мне видится так чтобы колеса передние хорошо прижимались она не прыгала а также для балансировки когда ее переносишь за ручку вот за вот эту ручку грузик балансирует коробок можно поднять и перенести если груз убрать будет ее косить назад хотя в принципе его можно было бы и убрать газонокосилка было бы легче но было бы меньше сбалансированная так я хочу ее почистить и затем уже поближе к мотору посмотреть подшипники мотор вот он верху электроника стоит с радиатором который там охлаждается из плюсов этой системы мне нравится то что мотор прямой привод к ножу в других фирмах например на б начинается наша наша заканчивается я видел такую конструкцию мотор стоит в уголку потом через какой-то там ремень натяжители все это дело приходит на вал где установлена лезвие ну и вот тут это все все как бы работает мне с этими ремнями натяжителями не сильно нравится потому что как бы больше компонентов больше шанса получить поломку или порванный ремень или где-то натяжитель там может колесико разлететься то есть как бы не очень прямой такой привод как бы очень классно аккумуляторные отсеки куда вставляется два аккумулятора но идет питанием на электронику я почистил внутри корпуса пропылесосил сильно до чищать как бы смысла нет влажными салфетками там или чем-то прочим потому что после 1 же после первого покоса опять же тут будет пыль хочу снять мотор электроника подключается на фишках провода цветные цвета не повторяются поэтому установить назад как бы нет проблем по цветам и плюс по размерам они разные перед снятием мотора в прошлый раз я поставил себе такую вот метку чтобы не думать как его там поставить я не думаю что была бы большая разница но все таки как стоял так он и будет стоять откручиваем болты и снимаю мотор я снял мотор крепится на 4 шурупа болта и сразу хочу показать еще одну особенность которая не вызывает вопросы здесь имеется перфорация такая вот идея этой перфорации она вы попадает как раз вот сюда и она предназначена для охлаждения двигателя но когда я кашу траву бывает нож врезается в землю бывает просто пыльная трава это естественно в камере внутри все это там взбивается вместе с воздухом вместе с травинками пылинками и это все попадает туда вот в средину хотя тоже интересно вот она попадает но при этом видно что катушки чистая как она устроена я не понимаю вот след например пятнышко зеленая где-то на отверстие пришлось как она так сделана мне непонятно мне видится более логичным было бы систему охлаждения мотора организовать где-нибудь тут тут сделать там перфорации внизу ну как то так себе так идем дальше я хочу разобрать его и смазать подшипники так мотор разобран имеется такие обмотки опять же удивительно но нечистые внутри корпус который устанавливается вниз это нижний подшипник видно да такой он грязный но при этом ходит мягко его смазывал прошлом году на крышках имеется естественно грязь поскольку это все вот так установлено и верхний подшипник 620 по моему также ходит мягко он не забитый смазка вот видно тоже на как бы не совсем темная 60 маркировка подшипника 6202 rz это значит открыть можно то пластиковой крышки поэтому мотор дает себя разобрать стоят хорошие подшипники довольно мощная где зона косилки где подшипники размером как в кофемолке это нормальный подшипник плюс разбор дает возможность замены если он начнет там люфтить болтаться то есть нет проблем снимаю крышки с подшипников буду их мыть и буду смазывать покажу это верхний подшипник заложена была смазка прошлой осенью лики моли lm 50 она синего цвета и можно увидеть что подшипник внутри чистый то есть несмотря на все вот это с не герметичным корпусом каким-то образом подшипники остаются внутри чистыми вращается тоже прекрасно то есть если бы сейчас не стал разбирать то машина еще как бы белок и белок но раз я уже тут внутри надо все это промыть смазать и назад все собрать так подшипники помыты закладывать я буду лики моли вот такую руки неудобно и наполнять я буду где-то 50 процентов больше не надо и меньше тоже не надо если больше набить но во первых подшипник будет гореться во вторых будет смазку гнать через микро щели и туда будет приходить пыль поэтому так можно 30 процентов так будет нормально и закладываю во второй подшипник хочу отметить что ротор это магнит при этом очень нехилый магнит так он магнитит не один или что-то типа того сколько так я пальцем оторвать шурупы не могу вообще не могу так или или оторвал будет проблема аккуратно поставить статор вот сюда когда я буду вставлять нужно делать очень аккуратно потому что магнит будет пытаться сдвинуться прыгнуть на статор и можно повредить внутреннюю часть статора или сам ротор как-нибудь поэтому я устанавливать буду не на камеру так аккуратненько аккуратненько установлю потом все это соберу и покажу итак я собрал газонокосилку делаем первый пуск ножи скинуты без ножа запускаю аккумуляторы напоминают два штуки каждый по 20 вольт аккумуляторы заряжены на сто процентов шум работы для сравнения давайте так это отвертка очень тихо работает сам мотор ну естественно только смазанный все четенько покажу еще шильдик я забыл показать его в начале видео вот такие параметры при этом дается шум работает 96 децибел ну естественно это когда установлен нож и когда она косит 96 децибел на европейских машинах косилках указывается шум это важно поскольку нельзя работать электроинструментом в выходные дни если инструмент превышает там какой-то определенный порог шума сейчас я точно не помню ну по умолчанию косить газон в воскресенье в европе нельзя вот так мы ее еще покосим это будет наверное уже следующий кадр просто у меня сейчас все выкашено и не на чем показать вот хочу отметить еще один нюанс интересный о конструкция форма такая вот носиком вот носиком и когда я кашу под кустами вот этот носик очень удобно туда входит сейчас покажу я как бы еду 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 мне надо зайти под куст и она туда без проблем заезжает вот так если бы стоял мотор например как на бензине то такой возможности не было бы ну и опять же фишка и взял поднял и пошел куда мне надо мне есть участок где нужно ее занести там покосить тоже без проблем так ждем отрастает трава и следующий кадр это мы уже 8 сегодня 9 июля покажу состояние газона уже лето у нас было пару дождливых недель я газон не косил вообще никак то есть вот это отрастание травки где-то за за две недели вот так он выглядит от остания от покоса в три сантиметра то есть растет относительно не сильно быстро и выглядит где-то вот так довольно плотно зарос опять же здесь не было подготовки территории что все выровнять нету земли плане подложки поэтому качество скажем так не супер пупер но меня результат этот устраивает так у меня прошло две недели газонная трава отросла но он имеет такой вот вид и надо покосить для справедливости чтобы было более интересно я скажу что аккумулятор и были полностью заряжены нож был наточен но я уже поработал и сделал уже два коробка то есть мы будем косить на аккумуляторе который не уже немножко подразряжен аккумулятор имеет такие параметры и первый тест будет нестандартный я поставлю 3 сантиметра высоту покоса и попробуем посмотреть что получится если на газонной траве вот имеется мусор какие-то листья мелкие ветки от шишка и рукой я вырвал некоторый бурьян соберет или нет вот так вот косят получается хорошо бурьян даже крупный перемалывает на 1 2 остались только вот такие вот две веточки мощность мотора влияет не только на то какой толщины может срезать газонокосилка нам уже спокойно такие ветки перебить более толстые как бы смысла нет их можно просто рукой вырвать это бурьян я оставил для клематиса клематис стоит на солнце и немножко страдает и второй параметр на что влияет мощность мотора на то с какой скоростью может бегать с газонокосилкой газонокосильщик то есть можно идти очень медленно прокашивать смотреть чтобы все осталось но если мотор мощный и острый нож можно двигаться так быстро как у вас это получается с этой газонокосилкой можно ходить быстро и она косит прекрасно пробуем дальше и 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 как видно я бегал так быстро как только мог и газон покошен классно острый нож хорошая мощность и газон скашивается без проблем плюс собирается мусор который есть какие-то мелкие веточки остаются понятно но получается отлично для сравнения здесь не было покоса и вот так она все скосила и подведем итоги по газонокосилке минусы это пластиковое днище которое может повреждаться если газонокосилка встретит крупный камень или какую-нибудь шишку также имеет отверстия которые пропускают пыль в средину и всякий мусор поэтому приходится делать уборку раз в год наверное но и на этом все плюсы и и она довольно легкая имеет хорошую мощность то есть косят без проблем любые ветки любой газон идеально при условии если нож острый имеет хорошие подшипники два штуки крупный размер подшипников что влияет на долгожительность этой машинки коробок сзади имеет довольно хорошую вместимость ее вполне хватает на покос небольшого участка но без проблем его как бы выгрузить ну в целом наверное все аккумуляторы аккумуляторы поскольку я второй владелец как бы они уже под изношены но не доставляют никаких проблем сама разряда нет хорошая емкость и мне их хватает вполне чтобы справиться с такой территории которую вы видите и которую вы видели сбоку в целом я доволен большое спасибо за просмотр этого видео оставайтесь здоровыми и всем желаю миром